всем привет по просьбам я делаю видео сумочки для деда мороза и шапочку для деда мороза тигра сегодня с вами свяжем начнем вязать сумочки я буду вязать желтым цветом на цвет вы не смотрите это я вам вяжу образец выберите тот цвет который будет у вас сумочка и шапочка значит в кольцо мы набираем зафиксировали 2 воздушные петли мы эти воздушные петли не считаем и провязываем 12 столбиков с накидом в кольцо накид захватили под кольцом воздушную рабочую нить провязали накид и 2 петелечки на крючке рабочую нить накид вернее рабочую нить захватываем вытягиваем из-под кольца провязываем сначала 2 петли потом еще две петли так я думаю более понятней и так провязан 12 столбиков с накидом стягиваем кольцо соединительную делаем столбиков первый столбик не воздушные петли они у нас не в счет а в столбик внимательно посмотрите найдите верхушку первого столбика соединительный столбик далее опять 2 воздушные петли воздушные петли мы не считаем поэтому это петель для подъема и провязываем 12 прибавок подряд в каждый столбик мы провязываем по 2 столбика с накидом каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 столбика с накидом 12 повторений провязали 12 прибавок подряд и соединительный столбик с первым столбиком следующий ряд 2 воздушные петли подъема и мы вяжем столбик с накидом и прибавка столбик с накидом прибавка так повторяем 12 раз соединительный столбик следующий 3 у нас получается четвертый ряд 2 воздушные петли подъема и вяжем 2 столбика и прибавка первый столбик у нас провязывается там где у нас вышли воздушные петли 2 столбика с накидом и прибавка повторяем так 12 раз соединительный столбик и последний ряд у нас будет с прибавками это 5 1 2 3 4 5 ряд 2 воздушные петли подъема в этот же столбик провязываем первый столбик и мы так вяжем 3 столбика и прибавка 1 2 3 1 2 3 и прибавка из столбиков с накидом вяжем так 12 повторений можете так немножечко подтянуть чтобы он приняло плоскую форму провязали последний ряд с прибавками делаем соединительный столбик теперь шестой ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков делаем 2 воздушные петли подъема и начиная с этого же столбика откуда воздушные петли мы вяжем без изменений 60 столбиков с накидом вязала я значит таким рисунком набираем 3 воздушные петли подъема 2 накида пропускаем столбик следующий провязываем столбик с двумя накидами опять два накида и с изнаночной стороны вводим крючок захватываем тот столбик верхушки столбика который мы пропустили и провязываем в него столбик с двумя накидами опять два накида пропускаем столбик следующий столбик предыдущего ряда провязываем столбик с двумя накидами два накида и с изнаночной стороны мы захватываем пропущенный столбик и у него провязываем столбик с двумя накидами и так мы вяжем по кругу пропустили один столбик предыдущего ряда и в следующий провязываем столбик с двумя накидами 1 2 2 петелечки на крючке 2 1 2 петелечки на крючке и третий раз это у нас такой столбик с двумя накидами опять же два накида захватываем столбик пропущенный с изнаночной стороны и его провязываем пропускаем следующую провязываем столбик с двумя накидами и следующий столбик мы провязываем в пропущенный возвращаемся назад с изнаночной стороны вот такие вот крестики получаются довязали ряд делаем соединительный столбик с первым столбиком воздушные петли у нас не считается как на столбик и продолжаем дальше вязать этот же рисунок 3 воздушные петли подъема 2 накида вот и смотрите можно провязать так чтобы вот у нас вот это вот вот этот столбик который ложится сверху он шел как бы зигзагом но мне немного сложновато это и долго делать вязать именно так поэтому я вязала именно что они у меня все в одну сторону смотрят то есть значит сделали два накида пропустили 1 столбик предыдущего ряда провязываем во второй столбик с двумя накидами и если вы хотите чтобы у вас шел зигзагом этот рисунок то вы следующий столбик будете вязать не с изнаночной стороны в пропущены провязывать а с лицевой то есть с этой стороны захватываете столбик и провязываете столбик с двумя накидами опять же 2 накида пропустили 1 столбик предыдущего ряда в следующий провязываем столбик с двумя накидами 2 накида и теперь мы пропущены столбик провязываем спереди с лицевой стороны тогда у вас получится рисунок если вы будете именно так вязать то у вас пойдет как бы зигзагом вот первый ряд сюда смотрит второй отсюда и вот так у вас будет следующий ряд будете провязывать уже пропущенный с изнаночной стороны второй столбик провязывать чтобы такой крестик у вас будет зигзагом и а я попроще вяжу чтобы долго не мучиться мне кажется это немного сложновато ну кому не сложно можете вязать получится так а я сразу вижу с изнаночной стороны второй столбик и у меня получается рисунок смотрит в одном направлении пропустила 1 столбик предыдущего ряда в следующий провязываю столбик с двумя накидами в пропущенной я провязываю с изнаночной стороны по мне это так быстрее просто а вы смотрите вы можете не спешить у меня видите будут в одном направлении смотреть рисунок вот в общем вяжем так сейчас скажу сколько рядов 4 ряда а там смотрите уже по высоте сумочки если вы хотите чуть ниже ее то вяжите меньше рядов то есть вот этот рисунок у нас будет по серединке самой сумки по серединочке дальше мы будем вязать другим рисунком поэтому смотрите какую высоту хотите такое сделайте серединку и так я провязала 4 ряда видите да у меня получается они смотрят в одну сторону если будете вязать как вам сказала чередовать до лицевую сначала потом изнаночную провязывать этот столбик который вы пропускать это у вас будет зигзагом идти следующий ряд мы провяжем без изменений столбиками без простей столбиками с одним накидом 2 воздушные петли подъема накид и начиная с этого же столбика откуда воздушные петли мы вяжем столбики с накидом закончили вязать отряд делаем соединительный столбик с первым столбиком теперь я буду вязать другим рисунком если вы хотите вы можете дальше еще два ряда провязать столбиками с одним накидом вот а можно сделать еще один рисунок и так 2 воздушные петли подъема в этот же столбик мы провязываем столбик с одним накидом дальше делаем два накида следующий столбик мы беремся за ножку его и провязываем так называемый рельефный лицевой столбик с двумя накидами следующий столбик за верхушку столбика мы провязываем столбик с одним накидом дальше столбик с двумя накидами но только уже за ножку столбика с двумя накидами дальше с одним провязываем за верхушку следующего столбика с двумя накидами мы за ножку следующего столбика и так мы чередуем у нас получается такой рисунок делаем синичный столбик с первым столбиком и я провяжу еще один ряд но только значит 2 воздушные петли подъема теперь я первый столбик я провязываю тот который был провязан столбик с одним накидом теперь я в него увязываю за ножку столбик с двумя накидами то есть чередую наоборот теперь теперь в тот столбик который был провязан за ножку в него я вяжу столбик за верхушку столбик с одним накидом столбик с двумя накидами я провязываю в то столбик следующий который провязан в которой у нас столбик с одним накидом провязан был за верхушку над столбиком с двумя накидами провязываю один столбик с одним накидом столбик с двумя накидами я провязываю за ножку столбика с одним накидом предыдущего ряда то есть у нас получается в шахматном порядке этот вот рисунок этот рисунок еще называется вроде как чешуя дракона или что-то в этом роде и провязывает отряда конца провязала второй ряд этим рисунком соединительный столбик с первым столбиком вот этого достаточно получается примерно одинаковое расстояние теперь мы будем вязать для шнурочка место значит набираем 3 4 воздушной петли этот столбик у нас будет как столбик уже будем считать мы не будем в этот столбик вязать значит про вяжем пропуская один столбик столбик с накидом то есть 3 воздушные петли это у нас 1 столбик и воздушная петля у нас как бы к по рисунку дальше воздушная петля накид пропускаем 1 столбик в следующий провязываем столбик с накидом воздушная петля пропускаем следующий столбик с накидом воздушная петля пропускаем и следующий так мы вяжем до конца для шнурочка делаем место провязала последний столбик воздушная петля и в третий столбик в третью вернее воздушную петлю в цепочку делаем соединительный столбик дальше мы опять провяжем столбики с одним накидом 2 воздушные петли подъема в этот же столбик вяжем столбик с накидом теперь под арочку то есть под воздушную петлю провязываем столбик с накидом дальше в столбик предыдущего ряда дальше опять под воздушную петлю дальше опять столбик под воздушную петлю столбик так вяжем до конца ряда столбики с накидом последний столбик у меня под воздушную петлю и соединительный столбик с первым столбиком и последний ряд у нас будет декоративный набираем 3 воздушные петли подъема это у нас как первый столбик и в эту же в этот же столбик мы провяжем еще два столбика с одним накидом дальше пропускаем 1 2 и в третью мы провязываем столбик без накида теперь мы набираем 2 воздушные петли то есть столбик это у нас 11 воздушная петля вот столбик без накида да и еще две то есть высота такая получится должна как и 3 воздушные петли подъема то есть если мы сейчас наберем 3 воздушные петли подъем она сильно высокий получится столбик поэтому достаточно 2 воздушные петли и опять же в этот же столбик куда мы провязали столбик без накида мы провяжем еще два столбика с одним накидом пропускаем 1 2 в третью провязываем столбик без накида 2 воздушные петли сюда же еще два столбика с одним накидом 1 2 и в третью провязан столбик без накида вот такой вот рисунок у нас получится окантовкой и последний рисунок 1 2 в третью провязывая столбик без накида 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом и делаю соединительный столбик в первый столбик вернее в первую воздушную петлю вот такая вот сумочка получается дальше вытягиваем ниточку отрезаю чуть побольше чем надо чтобы иголочкой мне удобно было и хорошо спрятать и зафиксировать так как у нас в основном столбики высокие и будет сложно им ее спрятать поэтому я побольше спрячу пройдусь по столбикам сквозь столбики могут в общем как-нибудь так вот пройдусь иголочкой и спрячу это я сделаю потом а теперь мы с вами свяжем веревочку для завязки мне понравился этот вариант я вам покажу получается как косичка и так делаем первую петлю делаем ее как берем ниточку обвели его так вокруг пальца подели крючок захватили эту ниточку и натянули делай такую петлю первую теперь мы беремся за вот эту вот петелечку вот смотрите которая лежит на вот этой ниточки вот она то есть у нас эта ниточка получается под этой петлей продета вот она эта петля захватываем так чтобы эта нитка была сзади беремся за рабочую нить и пропускаем через обе петли на крючке это такой первый шаг первая петля у нас получилось такая немножко сложно может быть будет для кого посмотреть еще раз внимательно теперь мы у нас вот две ниточки как видите на получились беремся за первую которая поближе к крючку рабочую нить протягиваем за обе вытянули опять же беремся за вот у нас получилось две полосочки беремся за ту которая ближе к крючку берем рабочую нить захватом и протягиваем за обе петли на крючке это очень простой вариант шнурка получается косичкой просто вы захватывая рабочая нить за первую петлю которая ближе к крючку продеваете рабочую нить потом обе петли на крючке пропускаете вернее вот опять же беремся за ту которая ближе к крючку перегородку и рабочую нить пропускаем за обе петли на крючке и так вы вяжете ту длину которая необходима получается такая вот косичка шнур у меня получился длиной 40 сантиметров этой длины мне достаточно отрезаем ниточку вот хвостик достаточной длины если вдруг вы решите посадить сюда бусинку ставите и зацепить этот хороший узелочек сделайте чтобы она не выпала эта бусинка можно просто оставить хвостики теперь еще если вы хотите сделать его виде рюкзака вы можете точно также провязать такой же ремешочек достаточной длины оставив побольше хвостики чтобы можно было их внизу тут прицель привязать хорошо потом серединку находите и прицепите здесь тоже пришьете и также кончик вернете обратно рядышком можно вот так вот чтобы они вместе были два кончика их связать здесь и тут и будет вот такой вот рюкзачок который можно одеть сверху если хотите если недостаточно будет вот ремешка чтобы стянуть нахожу я вот наша начало ряда где у нас воздушные петли это будет у нас сзади и спереди вдеваюсь с помощью иголочки продеваю либо через две вот так либо через одну как хотите через два столбика либо через один столбик продеваем тут конечно можно немножко так чтобы у нас столбик остался я пропущенная нам тут через один первый и последний будет через один и два столбика останутся можно было связать и они не утонули туда внутрь не ушли узелочки вот такой вот мешочек у нас с вами должен получиться можно его использовать как подарочный мешочек положить туда что-то и поставить рядышком с дед морозом под елочку для деток теперь давайте свяжем с вами шапочку шапочку мы начинаем вязать так же как и начинали вязать сумочку 12 столбиков с накидом у нас начало ряда и так мы вяжемся каждый ряд по прибавке по 12 прибавок в каждом ряду и меня последний ряд где получилось где два столбика и прибавка вы смотрите по своей игрушке как у вас расположены ушки прикладывайте затылку и смотрите достаточно вам или можно еще ну можно еще чтобы было здесь по пышнее да можно еще один ряд она еще один ряд я провяжу немножко по свободнее чем предыдущая шапочка которая связала провяжу еще один ряд значит у меня будет следующий ряд 3 столбика и прибавка 12 раз теперь вы можете провязать без изменений один или два ряда насколько вы хотите чтобы шапочка тут выступала от головы столько рядов и провяжите если не хотите что вообще выступала то неверно она все равно как бы немножко будет выступать чтобы она не была сильно гладко как ближе не лежала совсем уж на голове вот можно провязать пару рядов без изменений я провязала один ряд без изменений дальше мы вяжем значит что мы делаем мы смотрим прикладываем так чтобы было расстояние по минимуму до ушей и значит для себя а читайте сколько у вас вот на таком расстоянии вам надо будет потом пропустить столбики значит у меня получится сколько раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 столбиков надо будет пропустить и эти 11 столбиков мы провяжем так значит вот эта часть у нас будет сзади вот и я довяжу примерно там какое-то количество насюда уже дальше мы будем вязать без изменений без изменений не будем никаких прибавок дальше делать значит я довязываю примерно сколько мне тут надо провязать столбики с накидом провязала я 9 столбиков с накидом дальше дальше делаю я полустолбик без накида затем столбик без накида и дальше провязываю 7 соединительных столбиков 2 3 из 7 затем делаю столбик провязываю без накида и полустолбик с накидом вот эти вот 11 столбиков которые я буду пропустить провязала именно так дальше я вяжу опять же буду прикладывать голове и провязывать столько столбиков с накидом сколько нужно для следующего уход чтобы дойти буду провязывать и прикладывать воздушные петли мы когда будем провязывать будут присоединяться к первому столбику с накидом то есть мы пропускаем столбик без накида и полустолбик будет присоединяться здесь поэтому вы ориентируйтесь пара от него вот прикладывайте примерно где присоединиться и тут где присоединиться вот оттуда довязывайте столбики вот главное здесь правильно все приложите и смотрите и так у меня получилось 10 столбиков с накидом дальше опять я вижу полустолбик с накидом столбик без накида 7 соединительных столбиков главное соединительные столбики не стягивать это как нам провязывать еще них провязали 7 соединительных столбиков затем столбик без накида полустолбик с накидом и довязываем до конца оставшиеся столбики с накидом провязываем следующий ряд аналогично этому ряду и постоянно смотрите каждый раз вы поймёшьте сейчас этот ряд точно также приложите посмотрите дошли ли вы почти до края если нет провяжите еще один ряд провязала и значит 6 рядов такая вот получается шапочка вот это место для уха вырисовывается такое и теперь значит я буду вязать воздушные петли делать прорези прорези оставлять вернее прорези для уха вы смотрите по игрушке своей как расположено уши опять же смотрите может вам меньше надо делать рядов таких может больше значит я провязала до последнего столбика с накидом тут у меня следующий уже полустолбик идет с накидом и делаю я 11 воздушных петель так как 11 пропущено тело 11 воздушных если вам 11 будет маловато провяжите 12 а если будет совсем маловато топ еще один ряд значит вам надо провязать вот такой вот и провязываю столбик с накидом в первый столбик с накидом пропуская столбик без накида полустолбик пропускаю с накидом и вот первый столбик в него провязываю столбик с накидом и так довязываю до последнего столбика с накидом и опять набираю 11 воздушных петель привязала тут у меня расстояние в 10 петель столбиков вернее набираю 11 воздушных петель и пропуская в 11 столбиков получается в первый столбик с накидом нахожу его и в него провязывая и дальше до конца вяжу столбики с накидом вяжем ряд столбиков с накидом 2 воздушные петли подъема в этот же столбик 1 столбик и вяжем так по кругу один ряд такой доходим до воздушных петель и провязываем воздушные петли одну переднюю первую долечку мы вводим крючок и получается за серединку и вторую долечку мы провязываем столбик то есть я не за одну долечку провязываю чтобы не растягивать а захватывающую серединку одна долечка у меня внизу верхушки провязан так по воздушным петлям 11 столбиков вот провязали один ряд соединительный столбик в первым столбиком последующие ряды будут вязаться у нас так и воздушные петли значит первый столбик мы провязываем лицевой выпуклый лицевой второй столбик у нас будет изнаночной вогнутый изнаночный в общем их назвать еще рельефными столбиками значит нас будет лицевой рельефный и изнаночный рельеф на то есть сзади мы уберемся за ножку и провязываем столбик с накидом чередуем так лицевой за ножку провязываем рельефный и изнаночный сзади захватываем за ножку провяжем так несколько рядов вы примеряйте и столько сколько нужно чтобы довязать еще исходить из того что вам надо будет ряд провязать пушистой пряжей чтобы шапочка не ложилась на глаза провяжите сколько ряду столько сколько нужно я провязала таких 3 ряда вот довязываю 3 значит над изнаночными мы провязываем изнаночный рельефный над лицевыми лицевой и так вяжите столько рядов сколько вам нужно чтобы получилась достаточная длина шапочки делаем соединительный столбик ниточку отрезайте по длине и прячьте в столбике я не буду отрезать потому что это я вижу вам как бы наглядно такой образец я не буду эту ниточку оставлять я распутаю вот но смотрите значит вот такая шапочка получается если у вас будет пряжа мягкая меньше хлопка либо его не будет вообще то шапочка лежит она будет выглядеть и мягче и легче будет одеваться и плюс еще вы можете брать пряжу немножечко с форсом тогда шапка будет выглядеть более по-зимнему это у меня пряжа тоже что я и вижу игрушки поэтому шапка выглядит такой более плотной то на сюда конечно пряжа не подходит для шапочки ну вот и вот получается что вы здесь вот видите да если это будет пряжа мягкая она не будет так торчать она у ляжется если вы не хотите так много чтобы было то естественно вы не вяжите ряд без изменений вообще как только провяжите круг достаточный для того чтобы дальше вязать этот прорези для ушей и все вы продолжите вяжите дальше прорези для ушей не вяжите без изменений если не хотите так чтобы торчало вот если не нравится вам именно такой вариант ну вот значит дальше уже пушистая пряжа она уже ляжет вот так прикроет до глаза как раз дойдет не будет самый раз вот такая шапочка должна у вас получится если вы будете вязать именно по этой схеме такая вот необычная немного странная из-за ушей получается шапка надеюсь вам пригодятся эти схемки и в дальнейшем вы будете ориентироваться для если вдруг вам надо вязать шапочку где присутствуют уши вы используете такую схемку вот ну в принципе и все вяжите с удовольствием встретимся в следующих видео пока пока